Вот это растение называется пересклет. Очень красивые листья пятнистые, даже несколько пятнистые, со светлым краешком. У меня таких я выращиваю из череночков для озеленения. Хочу сделать живую изгородь из таких растений, поэтому мне надо их побольше. Они у меня все стоят на даче в теплице неотапливаемой. А это растение, мне показалось, что оно отстает в росте от своих братьев и сестер. Поэтому я решила его забрать домой, заодно показать, как я его пересаживаю, посмотреть, какой у него корень, в чем проблема, почему он отстает в росте. А возможно, я его как контейнерное растение оставлю, если он хочет быть маленьким. Ну, почему бы не предоставить ему такую возможность, чтобы у меня были не только живая изгородь из пересклетов, но и контейнерное растение для беседки или балкона. Так, ну, корешки у него беленькие, что радует, значит, в принципе, оно здорово, это растение. Вот, запах у земли неприятный. Возможно, где-то какой-то корешок загнил. Вот, поэтому я сейчас хочу посмотреть. Вот, корней у него не так много, вообще, как мне бы хотелось. Так, что это, скорее всего, растение, правда, в чем-то пострадало. Они живые, не вижу гнилых. Вот, не знаю, почему грунт запах. Если неприятно пахнет грунт, его надо обязательно поменять. Поэтому вы не стесняйтесь. Если растение встает в росте, вот, вы его выньте из контейнера или, там, горшочкой, посмотрите, что же с корнями. Потому что у меня бывали такие неприятные варианты, что заползал калифорнийский червь, и когда у него заканчивалась пища, он начинает поедать живые корни растения. Вот, если растение не очень сильное, конечно. Так, вот, что-то здесь мне не нравится. Корень утолщился, пошел наверх. Так. Ну, пока я его не буду трогать, потому что, возможно, большую мочку придется мне срезать. Так, это мне пока... Ну, так, в принципе, корни живые. Здоровые. Даже, можно сказать, и мочковатость достаточная. Центральный корень у черенков бывает очень редко. Так, вот этот лишний пенечек я уберу. Он ни к чему. В принципе, его можно даже и как бонсайчик вырастить. Но в любом случае я его поставлю на доращивание. Этот грунт я выкину вообще, потому что он пахнет нехорошо. Посажу я его практически в такой же объем горшка, потому что, хотя корни хорошие, мочковатые. Посмотрим. Всё. Продолжение следует...